Бля, ну мне на самом деле не очень нравится его поступок, да, с хантобилкой, пиздец. В принципе, пиратика ставить с мудлоком. Сначала мудлоком, потом пиратика. Обновят, обновят, там... Я тоже такой же, капа. Ну вот. Там... Тупо надо подождать. Ты до конца будешь топить на шоу меню, но это самая стабильная колода, я не хочу проигрывать, зачем? Какое он, блядь? What? Сюда он, блядь? Какая молния? Гроза, лун. Что это, что это за шоу, ман? Какая же красивая музыка, пиздец. Окей, хуисус, потом Тауна стрейт, молния пиратики, я думаю, это гг уже будет. Обилка в стол, понял? Ну, такими темпами, конечно, меня может застрелять, но я думаю, у меня летал быстрее будет, чем у него, наверное. Он у меня обязан быть быстрее, чем у него. Просто за счет того, что у меня 7-7 каждый ход. То есть два хода я это летал. Ну, я не думаю, что меня убивает, по-теоретически это невозможно, да. Потому что летал у нас две молнии, нет. Лавабурс, лавабурс нет, лавабурс, молния, обилка нет. Пиратик за 1 плюс 2 молнии плюс лавабурс, это уже, да, 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 да. Это лоруна 14, но это 4 карты, идите, идите, да. Комин рей считается нормальным. Но до легенды все, что выше 50%, даже 50% и 1 сотый, это уже, типа, легенда, да. Это до легенда. В легенде больше 60% это, типа, больше 60% это примерно где-то, ну, это не мусорка, короче. А чтобы в топ-1 идти, нужно больше 70 с чем-то. То есть вот у меня сейчас 28 на 9, это 76%. То есть это очень много. Но сегодня, как бы, минстрик. За час, блядь, самой мусорки до топ-50 дошел, за час, алло. Найс дик, типа. Ну, типа, алын идет, ну, это гг. Ему не надо убивать СПД, ему надо убивать как раз 1 на 1, но, типа, у меня дровнет, это больше шанс на поражение. Тинь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь. Наверное, пушку оставлю, мне нравится пушка. И волке нравится после роги. То есть, в идеале, найти единичку между этими, между этим мулиганом. Это очень супер хороший мулиган с коином против роги. Самое главное, что у меня коин, а не у роги коин. Это исключает возможности у роги на третий ход, там, 10-10 и 8-8. То есть максимум, в самом лучшем раскладе 8-8 может сделать. Или там, не знаю, сколько еще, допустим. Ты, дизайер. Манкурва, получается, коин, пушка, единичка, волки, тотем, голем, уебок. Не считая трех топ-деков предыдущих, следующих. Я думаю, что клешни, наверное, не буду отдавать, правильно? Хотя у меня под СПД они есть, но у меня на следующий ход не будет 2 демеджа, правильно? Хотя нет, я убью, не буду жадить, ладно. Темп прилива, окей. Главное, чтобы не было продолжения по существам именно. Ну, вообще, я уже говорил, во-первых... Ой, блядь, как топ-дек. Это идеальный топ-дек был для меня. Разменяюсь, опять же, от Клуб Лада. Я говорю, допустим, если вы играете без талянов, у вас винрейт в 2 или в 3 раза меньше. Если вы играете с талянами, и у вас они просто не приходят, это то же самое, что у вас их нет, в принципе, да? Ну, логично. Короче, я к тому, что таляны пиздец, как решают на винрейт. Просто убер-мега важная карта. В роге, в том числе. То есть, роге... Ну, то есть, допустим, вот, например, если так приводить. Вы просто Ренулока играете, вы ставите таляна, в итоге вы получаете монетку, и можете аукционера раскручивать на шестой, делать аукционера, коин-консил, и в большинстве случаев варлок на седьмой ход не может его забрать. Хеллфайр не берет. То есть, если две ОЕ-шки, либо какое-то сильное существо взорвать, и оно же должно стоять на столе. А если у вас нет монетки, вы раскручиваете аукционера на седьмой ход, и он делает туалет. Вот и вся разница. Ну, в порядке, да и все, как и забыло. Да бля, я в твоем Рену-маге заменил Антоху на Медива, с ли, а там есть норм? И как добавить третий самор? О, здорово. Что там взорвалось? Не понял. Что это, блядь? Не понял. А вот афак? Не знаю, я ничего не знаю, я не при чем тут. Я тут не при чем попас, пришел просто. Попас за дудосил. Здорово, всем здорово. Но только не преп, сэвис рейтам. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Лава бурс, мне дайте, пожалуйста. Или клешни. Клешни, мне дайте, пожалуйста. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Хуёло, что? Нет, нихуёло. Ну ладно, как бы, в принципе, продолжение есть, да. Главное, чтобы у него не было идеального продолжения. Но неплохой старт. Опять же, препу стопдек нам надо, что поделать. Ну, препу одну отдал, будем держать в курсе у вас. Но самый лучший топдек, это сейчас молния нефритовая, чтобы не тратить перегрузку, правильно? Самый лучший просто топкек. Топкрэк. Ну, так как не приходит, тогда трохта темголем лучший вариант. Два сильных существа, средних существа, намного сильнее, чем хуисос. Думаю, понимаете, почему. Как бы он тут ни дрэддился, я должен убивать ванклифы на следующий ход. Поставлю 770, он сапает, опять ставлю. В этом прикол, когда... Нужно обыгрывать сап обычно так, чтобы можно было на следующий ход после сапа снова его поставить. В этом вся фишка. И при этом каким-то образом контрить его стол. Ну, самая большая проблема. В общем, даже норм. При этом он больше ничего не делает, самое главное. Может быть, сейчас молнию найду. Или флэмтон. Флэмтон, кстати, тоже будет очень даже неплох. Окей, нашел молнию, но продолжения потом не будет, и нет никакого ответа на какого-то таляна, да, таргетного. Поэтому нет смысла молнию делать. Плюс он забирает сурки. Был бы хотя бы 2-2, тогда еще можно было надеяться на тодей какой-то. Нормально, пойдет. Это во все тяжкие уже рога пошла. Нет. Лероев трейд отдать, это уже, конечно, да, это круто для меня. Витал на следующий ход почти не мейк. Бля, можно стопнуть на самом деле. Не знаю, если 5-5 дадут сейчас. 6. Давайте Папазу спросим. Мне нужен вопрос. Сейчас Папазу позову. Папаз! Пойл. 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 Попаз сказал пока стопнуть. Пойл. Пойл. Не, без рофлов Надо пока Вот За сегодня, да За сегодня на шаман 78% винрейт на стриме На стриме 78%